Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Mod.DGT. Сегодня я очень хочу записать ролик про минимализм. Вижу, что, в общем-то, предыдущие два ролика вас заинтересовали, у них очень много просмотров, и они очень быстро, в общем-то, набирают просмотры. Но я до сих пор в своей ванной только что записала ролик про начес, и хочу записать ролик о макияже глаз. Повторюсь, что я крайне редко крашу глаза, но сегодня я накрасила глаза. Не знаю, видите вы разницу или нет, а, в общем-то, глаза у меня подведены и нижнее веко, и верхнее веко. И хочу сказать о таком секрете, который, в общем-то, мало кто знает, мало кто использует, прежде всего потому, что он, в общем-то, не доносится до широкой аудитории. Итак, прежде всего, когда мы подводим глаза, мы выбираем себе либо карандаш, либо тени, соответственно, кисточка у нас имеется специальная для тени, чтобы сделать подводку. Как мы выбираем тени, как мы выбираем карандаш? Мы, прежде всего, ориентируемся на цвета, которые идут нам в одежде, когда они прилегают к лицу. Соответственно, если нам идет красный, безусловно, красную палетку теней мы не берем для того, чтобы подвести глаза, нет. Но речь идет, в общем-то, о таких цветах, как в моем случае темно-зеленый. Большая ошибка на протяжении многих лет моя была в том, что я покупала себе серые палетки теней. В общем-то, с легкой руки консультанты, с легкой руки тех, кто наносит макияж. Очень часто бесплатно это делается в магазинах, где продается косметика. Но на самом деле, мне идут вот такие темно-зеленые цвета, и мне идут, как это и странно, фиолетовые цвета. Несмотря на то, что они имеют красный пигмет внутри, они не создают мне эффект усталого глаза. И, соответственно, вот у меня такие фиолетовые тени в другой руке. Именно их я всегда использую для подводки, если мне нужно подвести нижнее веко, либо нижнее и верхнее веко. Итак, первый секрет – это цвет тех теней, того карандаша, который мы будем выбирать для того, чтобы сделать такой макияж. Повторюсь, это цвета, базовые цвета, натуральные цвета, природные, которые нам идут, когда прилегают к лицу. Очень аккуратно с коричневым цветом. Возможно, он вам идет, но подобрать коричневый оттенок теней, потому как очень много нюансов у коричневого цвета, будет крайне сложно. Вы можете просто ошибиться, вы можете приложить даже вот так к глазу, и вам будет хорошо. Но при нанесении цвет может быть менее интенсивным и, соответственно, выдавать в себя оранжевые и красные пигменты. Именно они очень часто портят и утяжеляют макияж. Поэтому моя рекомендация – выбирать темно-синий, темно-зеленый, темно-фиолетовый цвет. Опять же, ориентируюсь на то, что вам идет у лица. Не рекомендую выбирать серые, все оттенки серого, темно-серые, хотя распространено заблуждение в том, что если глаза голубые и подойдут серые тени, серая подводка. Нет, к сожалению, это не так. И, в общем-то, это, повторюсь, ошибка, которую я совершала на протяжении многих лет. Итак, цвет мы выбрали. Как мы наносим подводку? Нанесли подводку, нанесли подводку. Неважно, чем вы ее нанесли. Отошли на шаг от зеркала и начинаем эту подводку стирать, стирать с нижнего века. Мы можем это делать пальцем, мы можем это делать ватным диском, ватной палочкой. Мы можем делать это просто кусочком туалетной бумаги. Соответственно, мы практически совершаем те движения, как если бы мы примеряли цвет, опять же, выбирая себе в магазине тот или иной цвет теней, либо карандаша. И он нам не понравился, мы пытаемся все это стереть. Будет казаться, что вы стерли все, но поверьте мне, тот минимальный пигмент, который останется прежде всего между ресничками, это будет то, что, в общем-то, и будет вашим макияжем. Оно не будет утяжелять вам взгляд, в общем-то, лишнее вы все это уберете. То же самое с верхним веком. Накрасили, можно не очень аккуратно, потому как вам самое главное потом вбить пигмент между ресницами. И все убираем, все практически стираем. Повторюсь, возможно, вы и не видите у меня накрашенный глаз, но он накрашен, и он несколько ярче, он несколько, в общем-то, выразительнее, чем если бы я не использовала сегодня подводку на верхний и на нижний века. Поэтому не боимся стереть практически все, потому что все мы не сотрем, это просто невозможно все стереть. А и, соответственно, в общем-то, то, что осталось, это тот минимум, что нам нужен, это та подводка, то ее количество, которое нас будет украшать. В общем-то, это все. Это была Инна Скворцова. Всем хорошего-хорошего дня, хорошего макияжа, красивых глаз. Пока-пока.